Всем привет! Это видео будет полезно тем, у кого есть дети, но мне кажется, оно будет и полезно и тем, кто просто хочет посмотреть, как это, когда у тебя дети билинговые, как они живут, что они делают, чем занимаются, и как родители организуют свою жизнь для того, чтобы их детки разговаривали на нескольких языках. В нашем случае наши дети разговаривают на русском, английском и испанских языках, и сегодня в этом видео я вам покажу, как мы стараемся балансировать эти языки. Моя профессия, моя работа является именно быть экспертом билингвизма, поэтому я помогаю детям и родителям организовать свою жизнь таким образом, чтобы движение к той цели, намеченной о языковой цели, так или иначе, выполнялись по средствам планирования, поставления правильных целей, задач и непосредственно идти к этой намеченной цели. В нашем проекте Future Lingual мы разработали целый планер специально для того, чтобы родители могли самостоятельно суметь сбалансировать языковую насыщенность того или иного языка. Сегодня в этом видео я поделюсь с вами, как удается нам в нашей семье сбалансировать три языка, но даже, наверное, будет видео не совсем о том, как мы балансируем, а о том, какие необычные трюки я делаю для того, чтобы дети не понимали до конца, что они изучают язык. Также я поделюсь с вами некоторыми секретами, которые я использую на ежедневной основе, как мне удается скомбинировать здоровый образ жизни у моих детей и языковые элементы, и языковая оснащенность нашей жизни на трех языках. В общем целом, важно отметить, что мы с детьми ведем языковой календарь наших успехов, который мы разработали с нашими экспертами на Future Lingual. Почему мы это делаем? Просто потому, что понятно как детям, так и нашему взрослому мозгу о том, что мы продвигаемся. И вообще в целом языковая жизнь, она вся как пирамида, строится на очень маленьких кирпичиках. И кирпичик это каждый день из вашей жизни. Если брать в целом вот этот кирпичик, то сегодня я вам покажу, из чего строится вот этот день, то есть тот языковой кирпичик, из чего строится целая башня языкового такого Вавилона. Я лично в своей практике предлагаю разделить целый кирпичик, то есть один день жизни на четыре элемента. Как мы знаем, в языке есть четыре навыка. Это говорение, аудирование, дальше это есть письмо и также есть чтение. То есть я рекомендую стараться так или иначе, в зависимости, конечно, от возраста, попытаться адаптировать для возраста интереса ребенка и имплементировать каждые четыре эти навыка в нашу ежедневную жизнь. Может казаться, что это что-то, вау, очень сложная дорога сейчас забомбит каким-то термином, но нет. На самом деле все гораздо проще, просто когда вы не анализировали это с точки зрения такой языковой, лингвистической, то в принципе, скорее всего, каждый из вас выполняет эти шаги ежедневно. Для чего я записываю это видео? Для того, чтобы вы понимали структуру. Когда у тебя есть в голове структура четкая, когда она более того есть у ребенка, то вам вместе двигаться гораздо проще. Я понимаю, что мамы это, наверное, самые уставшие люди на земле, и поэтому, когда ты уставшая, иногда кажется, что, боже мой, я сейчас просто включу мультик и просто пускай они там его смотришь, что-то с ним делают и, в общем, снимаются. Я признаюсь, что иногда я так тоже делаю. Это маленький секрет, но есть. Но и сегодня я также вам расскажу, как нужно смотреть мультик с пользой. Так вот, каждый наш день построен на четырех квадратиках. Наш первый квадратик. Это, например, мы возьмем, давайте, чтение. Когда мы читаем книги, очень важно, чтобы это было и несло интерактивный характер. То есть, прочтение книги не останавливается на том, что мы просто прочитали. Во-первых, когда я читаю книги, я всегда пытаюсь изменять голос. Моим детям это особенно нравится. То есть, если это папа, то он говорит одним голосом. Если это мама, она говорит совсем другим, если ребенок другим. Я пытаюсь воспроизвести, дать жизнь очень важным вещам, такие как междометие и таким вещам, как звуковое сопровождение. То есть, если там написано «он чихает», то я стараюсь это сделать апчи, чтобы ребенок это услышал. И таким образом текст живет, вы ему даете жизнь. Конечно, иногда мы даже разыгрываем, но это в зависимости от того, воспользовалась мама или нет, если есть была у мамы энергия или ее нет. Но это очень важно. Ребенок тогда чувствует, что текст, он имеет живое оснащение. То есть, этот текст живой. И когда ребенок проживает те эмоции, он гораздо ближе, он связывает этот ментальный контекст, то есть информацию с эмоциональной частью. И таким образом это уходит гораздо глубже в подсознание. В день мы стараемся читать... Вообще рекомендуется не менее 15 минут в день, читать на каждом языке, который есть у вашего ребенка. В моем случае я разговариваю здесь не только на русском, поэтому я отвечаю за русское чтение. И мы, конечно же, читаем гораздо больше, чем 15 минут, потому что мы читаем в течение дня несколько раз, и еще обязательно мы читаем перед сном вечером. Это что касается чтения, и дети, конечно же, у нас огромная библиотека, дети выбирают. Я сейчас ездила в Россию и привезла целый чемодан книг. Кстати, если вам интересно, какие у нас есть книги любимые, дайте мне знать в комментариях, я обязательно составлю для вас список наших любимых книг. Так как чтение — это достаточно пассивный вид деятельности с помощью наших бесед о том, что ребенок прочитал, что он увидел, как он интерпретировал, что особенному понравилось, он активизирует свою другую часть навыка, языковых навыков, как называется это говорение. Конечно, это идеально, я сейчас вам описываю день, дни бывают разные иногда, есть желание спросить что-то у ребенка, иногда нет. Поэтому для того, чтобы подключить говорение, что мы делаем? Для говорения мы привлекаем других людей достаточно часто, помимо мамы, потому что мама бывает очень сильно уставшая. Если это не мама, то это, например, бабушка по скайпу разговаривает, если это не бабушка по скайпу, то это дедушка, или мы приглашаем друзей к нам в гости, чтобы ребенок ежедневно получал языковой контент, он говорил, у него была нужда выразить свои мысли, он понимал важность языка. Поэтому следующий кубик в этом кирпичике, да, первое было чтение, второе это говорение, это очень важная составляющая. Конечно же, говорение, оно присутствуется практически во всех элементах, но именно направлено на продуцирование, да, на изложение материала. Иногда мы используем игры, которые именно направлены на развитие речи, я вам покажу некоторые из игр, которые мы используем. Также, конечно же, это обсуждение мультик. Что касается мультиков, наверное, я их вынесу в отдельный блог, но очень важно в просмотре мультика, абсолютно точно очень важно, об этом говорят все психологи, о том, что мультик нужно обязательно обсудить. Если вы не обсудили мультик, то на самом деле для ребенка, да, отложилось, но моя совесть будет не до конца чиста, хотя, конечно, такое тоже бывает, что ты просто вставишь мультик уже, потому что тебе нужно экстренно что-то сделать. Следующий навык абсолютно важный, если стоит такая цель, это навык письма. Конечно же, в зависимости от возраста вы можете варьировать задания, занятия, особенно когда у вас дети разного возраста, например, как у меня, 2-4 года, 2-х летка, конечно же, совсем еще не заинтересована как таковом письме, но она смотрит на старшую сестру, которая учит алфавит, которая пытается читать, которая узнает буквы, и, конечно же, она к ней тянется и тоже пытается ее пародировать, да, она пытается какие-то звуки, какие-то песенки за ней повторять по поводу азбуки и алфавита в целом. Вот, поэтому здесь очень важно подобрать, что именно вы, какие задания вы будете давать ребенку. Например, младшая может просто-напросто сидеть с кисточкой и рисовать, развивая моторику, то есть чтобы ручка работала. Желательно, конечно, чтобы это были не очень толстые, допустим, как бывают такие, как фломастеры толстые, потому что захват совсем другой, нежели в ручке, то есть желательно уже давать чуть-чуть потоньше. Но все равно он с кисточкой, возможно, фломастерами, все это мы рисуем, прорисовываем, ребенок развивает ручку. Со старшими детьми что мы делаем? С моими старшими детьми, говорю, ребенок с Александрой. Что касается письма, мы учим с ней буквы, мы пытаемся написать ее имя, такие очень легкие слова, например, как мама, папа, да, и мы это делаем на русском языке, так как наша цель стоит научить ее писать и читать, хотя бы на элементарном уровне, раньше на родных для нас языках, на русском и испанском, до того, как она пойдет в школу, и там уже будет изучать английский язык. Эту стратегию выбрали лично мы, потому что у нас есть, к нашему счастью, такая возможность обучать их чтению письму. За чтение письма на русском языке отвечаю я, за чтение письма на испанском языке отвечает мама Чамаро, нам повезло, что она учительница начальных классов, поэтому она примерно раз в две недели приезжает, и они к ней ездят, то есть они видятся каждую неделю, и бабушка ее старается и учит каким-то элементарным вещам на испанском языке. Поэтому, что касается письма, самое главное, предоставьте ребенку ручки, карандашики и кисточки, бумагу, и ребенок однозначно выяснит, что делать с ними. Это когда они маленькие, когда они старше, уже постарше, начиная примерно от 3,5-4 лет, тогда уже можно имитировать буквы, стараться обвести буквы, да. Ну, конечно, это чуть-чуть рановато в 4 года, но если есть желание, и ребенок хочет, то, пожалуйста, если сюда нужно идти и приветствовать интерес и любопытство ребенка. И следующий навык, который тоже очень важный, конечно же, это аудирование. Аудирование, он, это пассивный вид восприятия языка, то есть при пассивном виде восприятия языка ребенок знакомится с новыми словами, он слышит, как это звучит в речи, также в аудировании он желательно, чтобы увидел какую-то, в зависимости от возраста, ну, какую-то социальную важность, допустим, ребенку в 4-5 лет, это очень важно увидеть иерархию, кто как между собой взаимодействует, какие социальные отношения между теми и другими людьми, да, например. Поэтому очень важно здесь, да, аудирование, скорее всего, аудирование, скорее всего, это будут просмотр мультиков, либо это будет прослушивание аудиосказок. И здесь бы я хотела остановиться немножко поподробнее. После просмотра мультфильма вы должны ожидать такой физический всплеск у ребенка, потому что он был на какое-то время обездвижен, эта энергия сохранилась, и она потом в двойном напоре выльется так или иначе. Поэтому вы ментально должны быть готовы, потому что если я сейчас ставлю мультики, там, на полчаса, да, в зависимости от возраста ребенка, то после просмотра этих мультиков, скорее всего, меня ждет очень активная деятельность. Поэтому желательно запланировать так, чтобы после просмотра мультика была какая-то очень активная физическая деятельность. Когда дети, например, смотрят мультики, у нас есть, ну, как минимум, три негласных правила. Во-первых, перед тем, как мы смотрим мультики, дети обязательно должны прибраться у себя на столе, на рабочем, просто дома, чтобы ничего не валялось. Они знают, что мультики приходят только в чистый дом. Второе негласное правило, которое я использую, возможно, это кому-то из вас пригодится. Во время просмотра мультиков я всегда детям подсовываю овощи, ну и фрукты, конечно же. Но так как фрукты они едят, конечно же, и просто так, заставлять их не надо. Овощи мои дети, к счастью, тоже едят, но я для себя нашла такой вот, как это, он говорит, это трик, да, такая уловка, когда я предлагаю овощи, особенно настоятельно, во время просмотра мультика, потому что, когда они смотрят мультики, они готовы, в принципе, все что угодно, вроде совы, возможно, это не очень педагогично, да, возможно, но это работает, ребенок, когда ест, он ест не какой-нибудь там попкорн, или пиццу, или какую-то неполезную еду, мы совмещаем не совсем полезное время у экрана с полезным поеданием, полезной еды. Это вторая такая уловка, которую я использую. Третья уловка, это же, конечно, я использую, когда, например, нужно причесать волосы, особенно, когда если у Александры сильно они запутались, у него очень длинные волосы, поэтому такое часто бывает, мы иногда ставим мультики, а также я пользуюсь, иногда, не всегда, но достаточно часто, во время мультиков, я их одеваю, чтобы, потому что я знаю, когда мы прекратим смотреть мультики, потом они просто начинают носиться по всей комнате, им нужно выплеснуть эту энергию, и одеть их будет гораздо сложнее. То есть мы это делаем либо перед мультиками, да, то есть я пытаюсь комбинировать, да, не всегда, потому что они тоже должны научиться одеваться самостоятельно, поэтому, конечно же, процесс одевания у нас не всегда проходит за мультиками, но когда мы, допустим, торопимся куда-то, и нам нужно приехать куда-то вовремя, то я пока они смотрю мультики, они едят овощи, я их одеваю, причесываю, в общем-то, и тогда они готовы сразу же выйти на улицу, и скинуть всю эту физическую накопленную энергию. Что очень важно, когда ребенок смотрит мультик, лично для меня, конечно же, это выбор, что смотрят мои дети. Мне кажется, наверное, это один из самых горячих вопросов, потому что действительно, мультики это то, что очень сильно будоражит нервную систему, особенно маленьких детей. Вот, я понимаю, что избежать, мы же живем реально, в реальном мире, избежать просмотра мультиков практически нереально. Маме тоже нужно нотах, маме тоже нужно что-то сделать экстренно, поэтому мультики это окей, это нормально, просто старайтесь посмотреть, что, старайтесь оследить, что смотрит ваш ребенок. Я рекомендую начинать с медленных мультиков, потому что медленные мультики, они не настолько, соответственно, будоражат нервную систему. Советские мультики, они очень медленные, и если вы начнете просмотр с каких-нибудь там, я не знаю, даже те же самые фиктики или трикота, это прекрасный мультик по контенту, по насыщенности, но он яркий, он сделан для того, чтобы привлекать детское внимание. Но вы должны в то же время и понимать, что мозг гораздо сильнее напрягается, смотреть именно этот мультик, нежели когда ребенок смотрит какой-то советский мультик, там, например, мультфильм Чуня, я не знаю, или мультики по Сутееву, там, не знаю, Рики-Тики-Тави, ну что-то, в общем, такие более медленные мультики в своем воспроизведении, в то время, как мультики современные, они более, да, более красивые, но они более сложные и более тяжелые для нервной системы ребенка. Первое, что слушают мои дети, это либо аудиосказки или аудиосказка с диафильмами, это очень медленный просмотр, они слушают в своем темпе, они возвращаются к слайдам, что им хочется, по сути дела, это как читать книгу, но читаете не вы, а читает какой-то голос. Вторая очень классная вещь, которую я для себя открыла, она не очень не развита, я очень надеюсь, что наш проект Futurelingual это разработает и углубит, это когда автор читает книгу, видео, и идет переключка с автора, который чтец, на книгу, и это в формате видео, и мне показалось, что это тоже очень интересный формат, и дети это прекрасно слушают. Дальше это могут быть медленные мультики, например, такие как советские мультики, как я уже говорила, по сути его, это мультики Чуня, нужно здесь быть очень осторожными, потому что вы можете наткнуться, например, в Ну погоди, когда смотрела моя дочь, она начала кидать вроде как окурки, и одной ногой затаптывать, как имитировать волка из этого фильма, я, например, на эту сцену никогда не обращала внимания, но она именно вычленила и это, и повторяла за волком. Конечно, когда трехлетний ребенок тебе это делает, то ты, скорее всего, ну погоди, отставишь на какую-нибудь заднюю полку. Вот, поэтому будьте осторожны, и, конечно же, есть много таких моментов, и каждый ребенок индивидуально, то есть он воспринимает, да, я вот всю жизнь смотрела, ну погоди, никогда на это не обращала внимания, а моя дочь обратила. Вот, потом, значит, после советских мультиков я бы порекомендовала, например, такие мультики от Джулии Дональдсен, это автор, мы потрясающие книги, мы обожаем, кстати, очень классный перевод на русском языке, у нас есть абсолютно все ее книги, дети обожают. Мне очень нравится мультик Груффало, дочурка Груффало, потому что музыкальное сопровождение очень медленное, очень спокойное, там много природы, там много расслабляющих элементов, и в принципе, да, он, конечно, поярче, чем советские мультики, но в целом, картинка достаточно плавная, что очень классно. И да, забыла сказать, что, когда мы смотрим не только мультики, мы также смотрим очень достаточно часто, особенно в утреннее время, если надо детей чем-то занять, мы смотрим просто программы о природе, о животных и какие-то, в общем-то, программы о путешествиях, там, где, в общем, максимально много природы. Дети тоже с удовольствием-то смотрят, и они смотрят, это немножко фоново, фоновый, конечно, просмотр, это не то, что вы хотите, особенно до трех лет, вот, и желательно этого избегать, но, то есть, они прикованы к экрану, но они и общаются с нами, то есть, когда они смотрят мультики, они обычно только на экран фокусируются, когда они смотрят про животных, то они чаще задают вопросы, а почему змея делает так-то, а почему муравейник вот это, то есть, есть такая интерактивная фаза, вот, и потом уже, конечно, мы, когда, если переходим к мультикам обратно, то потом уже более активные мультики, которые оснащены более ярко, и есть какие-то музыка, много объектов, все движется, я обязательно оставлю для вас список тех мультиков, которые смотрим мы, важные правила по поводу мультика, очень важно, после того, как ребенок посмотрел, нужно договориться с ребенком о том, предупредить его хотя бы за 5 минут, что через 5 минут, твое время заканчивается, нужно сказать, и обычно перед тем, как ставлю мультик, я детям говорю, что когда мы выключим, вы говорите спасибо, и вы спокойно уходите, потому что, когда ребенок не совсем понимает, когда это выключится, то он может впадать в истерику, поэтому это нужно все проговорить, рассказать конкретные, дать фразы, что говорить ребенку на заключительном этапе, и до того, как мультик закончится, за 5-10 минут, за 5, примерно, в зависимости от возраста, вы ребенку напоминаете, что через 5 минут, мультик закончится, мы выключим телевизор, и ты скажешь спасибо маме, и желательно на последних вот этих 3 минутах сидеть уже рядом с ребенком, когда вы сидите с ребенком рядом на диване, и вы его начинаете из той реальности потихоньку вытягивать, вы ему говорите, например, ой, что там происходит, то есть вы возвращаете его, частично его внимание во внешний мир, чтобы это не было так резко, вот, вы начинаете его задавать вопросы, напоминаете, вы, то есть, с ним начинаете общаться, и доставать его из той реальности, таким образом, транзиция из того нереального мира в реальный мир происходит более медленно и более плавно, и скорее всего, у вас не будет истерики, да, о том, что мы закончились с мультики, вот, а в принципе, вот из таких 4 блоков состоит весь наш день, ежедневно мы отмечаем на календаре, который висит у нас на холодильнике, о том, о достижении, которое мы сделали ежедневно, ребенок знает, что он стремится, к чему он стремится, у него есть эти кирпичики, для вашего мозга, опять-таки, это очень важно, чтобы вы знали эти кирпичики, у нас есть специальный планер, которым, конечно же, мы с нетерпением хотим поделиться с вами, поэтому обязательно подписывайтесь на futurelingual.ru, у нас также есть аккаунты на futurelingual, на английском и на испанских языках, и я уверена, что совсем скоро нам удастся с вами поделиться о всех наших разработках, таким образом, чтобы вы, как родители Беринговых, да и вообще в целом, маленьких детей, могли так организовать свою жизнь, чтобы это было максимально в удовольствие для всех членов семьи. Огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, я очень надеюсь, что эти советы вам помогут, если у вас есть тоже какие-то уловки, которые вы используете в построении собственного дня, в организации, то обязательно дайте, пожалуйста, знать в комментарии, я думаю, это будет очень полезно почитать. Еще раз огромное спасибо, подписывайтесь на мой канал, и каждую неделю я буду вас радовать новым контентом. Целую, обнимаю, ваша Ольга Роха. Пока!